Селия Ильинка, вышедшая из автобуса женщина, тут же попала под машину. 34-летнюю местную жительницу сбила автолюбительница, управлявшая Тойотой Премио. От удара на иномарке остался четкий след, стертая с капота грязь в месте контакта. Самочувствие женщины оставляло желать лучшего. Даже после осмотра врачей она говорила, что не может ходить. Несмотря на это, ехать в больницу раненая не хотела. А что вообще врачи сказали? Госпитализацию надо, а я отказалась. Переломов нету? Не знаю, может есть, я отказалась. Пострадавшая осталась ждать оформления ДТП в машине, которая ее сбила. Даже повторное появление скорой помощи мнение женщины не изменило. Вместе с раненой оставалась ее подруга, с которой она вышла из автобуса 102 маршрута. Чтобы пойти в сторону дома, женщинам нужно было попасть на противоположную сторону дороги. На проезжую часть женщины ступили в установленном для перехода месте. Тойота двигалась от центральной сельской улицы. Подъезжала на 30, наверное, ну километров 30 ехала, не больше. Девочки выскочили из-за автобуса. Автобус меня ослепил, и здесь девочки как раз появились. Водитель, как и положено в подобных случаях, прошла о свидетельствовании. Автолюбительница оказалась трезва. Автоинспекторы, изучив обстоятельства, пришли к выводу о ее виновности. Наезд произошел в границах коридора, отведенного для перехода дороги. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.